Изучение эволюции грудной клетки человека имеет важное значение для понимания ключевых аспектов палеобиологии. Общий размер грудной клетки связан с объёмом лёгких, а это является важной физиологической переменной. Эти параметры у родственных представителей рода, таких как неандертальцы, являются предметом научных дискуссий на протяжении вот уже 150 лет. А исследования останков в XIX и начале XX веков породили стереотипные образы неандертальцев, как сгорбленных пещерных дикарей. В последнее время переоценка скелетов Шанидар-3, Кебара-2, Ля-Шепеллю-Сен-1 и описание новых находок неандертальцев Эльсидрон и Регурду-1 предоставляет новые данные. Кроме того, внедрение методов геометрической морфометрии в этих исследованиях помогает количественно оценить различия между грудными клетками современных людей и неандертальцев. Предполагалось, что более крупный скелет у неандертальцев, чем у современных людей, приводит и к большему объёму грудной клетки. Этот объём, возможно, был связан с потребностью в большем потреблении кислорода. Из-за их массы тела, образа жизни охотников-собирателей и с экзаптацией в условиях холодного климата, а также и для обеспечения кислородом их большего мозга около 1600 см3. Все эти предположения относительно общего размера и формы грудной клетки неандертальцев были основаны на аналитическом подходе к исследованию изолированных скелетных образцов, однако были задокументированы ошибки в реконструкции ребер Кебара-2, которые могли повлиять на предыдущую реконструкцию этой грудной клетки. В новом исследовании представлена 3D виртуальная реконструкция самой полной грудной клетки взрослого неандертальца, найденной на сегодняшний день в пещере Кебара-Израиль. Она расположена на горе Кармель в 13 км к югу от Вади Эль-Мугара. На этом участке были обнаружены останки 8-9-месячного ребенка Кебара-1 и взрослого неандертальца Кебара-2, а также другие отдельные фрагменты неандертальцев. Останки Кебара-2, обнаруженные в 1983 году, были датированы в 60 000 лет. Это был самый полный скелет, но без черепной коробки. Средний возраст на время смерти по различным методикам составлял 32 года. Неандерталец мужского пола был ростом от 168 до 170 см и весил около 75,6 кг. Исследователи также выявили наличие легкого сколиоза, который не достиг патологического уровня. Новая виртуальная 3D-реконструкция грудной клетки Кебара-2 обеспечивает наглядную визуализацию различий в позвонках и ребрах у неандертальцев по сравнению с современными людьми. С помощью этой реконструкции ученые выполнили сравнительный морфометрический анализ грудной клетки Кебара-2, который показал, что различия в позвонках и ребрах приводят и к различиям в грудной клетке между современными людьми и неандертальцами в целом. Исследователи также обсуждают эволюционные последствия строения грудной клетки позвоночника и таза. Потому как виртуальная реконструкция скелета вымершего гоминида показывает взаимозависимость морфологии таза, позвоночника и других костей скелета, а также значительные метрические и морфологические различия по сравнению с современными мужчинами аналогичного роста, что можно объяснить различиями в морфологии грудного отдела позвоночника, реберного каркаса и взаимодействием между этими двумя анатомическими областями. Несмотря на расчётные большие энергетические затраты неандертальцев, чем у Homo sapiens, которые ранее были предложены в качестве аргумента, объясняющего их больший суммарный общий объём лёгких, новая реконструкция не подтверждает наличие у Кибера-2 значительно более крупного скелета грудной клетки. У некоторых высокогорных популяций современных людей существует связь между вентиляционными способностями лёгких и размерами грудной клетки. Однако показано, что именно размер мягких тканей обеспечивает лучшую взаимосвязь с вентиляцией лёгких, чем скелетные измерения, такие как размеры грудной клетки. Основываясь на морфологии скелета, нельзя исключать, что суммарная ёмкость лёгких у неандертальцев не отличалась от таковой у современных людей. Однако различия в мягких тканях, например, высота диафрагмы, могли привести к большей общей ёмкости лёгких у неандертальцев, чем у современных людей, несмотря на грудную клетку аналогичных размеров. Хотя у неандертальца из пещеры Кибара объём лёгких рассчитанный на основе взаимосвязи между общей ёмкостью лёгких и длиной рёберной дуги составил 9,04 литра, по сравнению с 7,2 у сравнительного образца современного человека. У нашего вида увеличение нижней части грудной клетки или области, поддерживающей диафрагму, значительно увеличивает дыхательную способность. Таким образом исследователи предположили, что неандертальцы, возможно, имели несколько иной механизм дыхания, который был связан с относительно большим сокращением диафрагмы, чем у современных людей. На это может указывать и более горизонтальное, как видно на изображении, расположение рёбер. Реконструированная грудная клетка, представленная в новом исследовании, позволяет учёным понять биомеханические последствия выявленных различий в грудном и поясничном отделах позвоночника неандертальцев и индивидуальных различий, которые были задокументированы в скелете. Исследователи предполагают, что у неандертальцев ориентация и положение крестца относительно таза не только связаны с более низкой степенью искривления позвоночника, но и объясняют выпуклость позвоночника в грудной клетке. В то же время крестец неандертальца расположен более низко относительно тыльных подвздошных бугорков таза, чем у современных людей, что связано с более низкой степенью поясничного лордоза или изгиба позвоночника, обращенного выпуклостью вперёд. Параллельно, более широкий таз неандертальцев по сравнению с современными людьми, вероятно, наложил ограничения на развитие нижней части грудной клетки. Ещё одно предположение связывает сравнительно узкую нижнюю часть грудной клетки современных людей с эволюцией более узкого таза у человека разумного. Таким образом, данная реконструкция демонстрирует, что тонкие, но значительные различия существуют в форме грудной клетки внутри рода людей. А морфология грудной клетки по-видимому является результатом взаимозависимости нескольких признаков, таких как общий размер тела, морфология таза и позвоночника. Новые находки могут обеспечить дополнительные доказательства для лучшего понимания развития анатомии людей и родственных видов.